ТОЛК Между тем стала известна дата ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщают корреспонденты Политсибру. Она может состояться 20 декабря. Эта дата в Кремле значится в качестве основной. Кстати, самая первая длилась час 35 минут. В прошлом году президент общался с журналистами почти 3 часа 50 минут. Ну а теперь к теме новогодней. Совсем скоро начнется предпраздничная суета, в которой важно не забыть о елке, пишут журналисты «Комсомольской правды Барнаул». Оказывается, в Алтайском крае часть хвойных деревьев уже заготовлена и дожидается своего часа. Как сообщили корреспондентам в пресс-службе администрации Барнаула, к 1 декабря в Краевом центре утвердят схему размещения елочных базаров. Торговать елями ориентировочно начнут 15 декабря. Сколько будут стоить новогодние деревья в этом году, пока неизвестно. В Наукограде в выходные открыли крытый каток. Арена Бия приглашает всех любителей коньков на массовое катание. Если прийти со своими коньками, то час нахождения на льду детей обойдется в 50 рублей, взрослых – в 100 рублей. Катание с предоставлением коньков одинаково для всех 150 рублей за час, сообщает бийский рабочий. Алтайских садоводов научат возделывать облепиху. Цикл лекций стартует 2 декабря. Специалисты Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Лисовенко открывают новый сезон лекций для садоводов-любителей, сообщают аргументы и факты Алтай. Первая лекция, посвященная особенностям возделывания облепихи и комнатному садоводству, пройдет 2 декабря в 10 часов по адресу Зминогорский тракт 49.